В Тверскую область прибыли участники Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, которые путешествуют из Москвы в Петербург по межрегиональному туристическому маршруту Государева дорога. Он объединяет Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. В общей сложности путешественники пройдут 777 километров на пяти автомобилях и четырех автодомах. В Верхней Волжи участники уже посетили храмовый комплекс Завидова, музей Государева дорога и храм Рождества Богородицы в селе Городня. Павел Садчиков путешественник со стажем за плечами более четырех кругосветок. В этот раз он передвигается на автомобиле, который переоборудовал под дом на колесах. Здесь имеется все для комфортной жизни и небольшая кухня и спальное место. В таких условиях Павел проехал полпути. Без приключений не обошлось, кое-где отсутствовали указатели, поэтому потребовалось больше времени, чтобы доехать до места назначения. Мы вчера заблудились, не могли найти усадьбу шахматного блока, потому что деревня шахматовая, и мы туда выстрелили все этот самый, да, а это совсем другое. А на трассе нет указателя, понимаешь? И человек едет мимо, даже тот, который хочет попасть. Во время автопробега его участники проводят проверку состояния придорожной инфраструктуры вдоль трасс, а также качество сервиса для автотуристов и анализируют ценовую политику объектов туристических комплексов. Как подчеркнули эксперты, во время пресс-конференции инфраструктура должна быть на протяжении всего маршрута. У нас эксперты есть, как я уже говорил, по придорожной инфраструктуре, транспортные психологи. Мы взяли три семьи с различным возрастом, с нами едут представители безопасности дорожного движения, придорожной инфраструктуры. Государева дорога, тракт, соединявший Санкт-Петербург и Москву, был построен по указу Петра Первого. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Концепция межрегионального туристического маршрута Государева дорога была разработана правительством Тверской области в 2018 году. Сейчас исторический маршрут представлен двумя дорогами федерального значения М10 и М11. Это уникальный проект межрегионального взаимодействия, потому что в первую очередь четыре министерства по туризму, четыре органа исполнительной власти в сфере туризма четырех регионов договорились о том, чтобы создать этот проект. Самым главным инициатором выступила Тверская область. То есть колоссальная заслуга Тверской области, это то, что действительно, по сути дела, вот как пионер, они начали этот проект и присоединили три остальных региона. Проект предусматривает продвижение не только на внутреннем рынке, но и мировом. Планируется, что к 2025 году туристический поток по Государевой дороге в пределах Тверской области составит не менее одного миллиона человек. Ну и самая основная наша главная цель, это, безусловно, мы ждем открытия границ и адаптации этого туристского продукта для организованных туристов, прежде всего для экспорта, потому что этот продукт интересен, безусловно, как жителям нашей страны, так и иностранным туристам. Сейчас уже составлен график туров по Государевой дороге на 2021 год. Скоро он будет опубликован на сайтах туроператоров, а сами организованные поездки, как предполагается, начнутся в январские праздники. И в последующем они будут осуществляться регулярно.